всем привет сегодня у нас снова экзотика недавно мы обозревали realme x50 pro 5g в цвете мох шикарный аппарат за свои деньги в китае 31 тысячи рублей в россии можно взять его уже дешевле 40 тысяч рублей snapdragon 865 у real мишки и это типа был убийца флагманов у нас на обзоре сегодня убийца убийц флагманов вот так вот в китае он стоит 25 тысяч рублей экран у него 144 герца ips камер три штуки у него быстрая зарядка 44 ватта батарейка 4500 миллиампер час стерео а главное его сердце чипсет медиатек dimensity 1000 плюс не спешите закрывать этот ролик сразу же потому что этот медиатек это что-то с чем-то друзья он круче чем xinus 990 но это ладно фигня легко его победить да он круче чем snapdragon 855 в реализации некоторых производителей и почти как snapdragon 865 за 25 тысяч рублей и графон давайте поговорим о нем подробнее кстати вот этот вот чипсет медиатек dimensity 1000 плюс будет применяться в новом redmi k 40 в грядущем бестселлере так что друзья видео будет полезно и тем кто наметился на сяоми или dimensity правильнее типа измерения 1000 плюс но не суть и так что такое айку или ику это бренд viva они хотят сделать его самостоятельным как redmi пытается сяоми да или как он расхлавы но пока в его это получается не очень и они модельки айку продаются как вива айку и модельный номер пройдет наверное еще немного времени и все же выделит во что-то самостоятельное то есть у нас на обзоре не какой-то там подвал какой-то но не им непонятно у нас вполне себе фирменный китаец который относится к семейству ббк что в ббк входит viva вот уже айку да со временем выделит real me oppo one plus вот жду еще шестой бренд потому что 5 это мало телефон у меня для китайского рынка и его можно заказать разными способами с алишки там с других интернет магазинов я взял его в кит бренде ссылка в описании там же промокоды для наших подписчиков скидочные неважно где берешь его получаешь китайский аппарат но этот китайский аппарат легко оглобаливается у него сразу при первой настройке русский язык есть у него в настройках когда входишь первое включение ты можешь ввести google аккаунт после этого ты устанавливаешь play market заходишь play market а там видишь сертификация есть а это значит что можно оплачивать покупки через google play короче nfc оплата бесконтактная работает русский язык есть сертификация google есть обновление все приходит по бэндам я не нашел точную информацию но у меня 4g ловит вот в такой модной коробке поставляется смартфон вот так открывается и внутри мы видим чехол зарядного устройства на 44 ватта кабель usb си документацию иголочка извлечения sim и защитная пленка на экран нанесена с завода заряжается кстати до 100 процентов он за 67 минут а за полчаса получается пятьдесят восемь процентов заряда вполне неплохо не real me конечно где две батареи и за полчаса подпитывается но это лучше чем samsung и чем one plus 8 pro например чё вам надо про не узнать у него пластиковый корпус и спинка и рамка из пластика у него есть трех с половиной миллиметровый аудио разъем usb си конечно же у него стереодинамики не скажу что лучше но ставь лайк если слушаешь порнофильмы не только смотришь но и слушаешь вот нормально стерео для такого класса и главное что здесь вообще в принципе есть стерео так как экран здесь IPS сканер пальцы вынесли на правый торец некоторым кстати так даже удобнее качелька громкости рифлеоны прикольно сделали мне понравился этот момент лоток находится слева и он двойной можно вставить только две сим-карты карты памяти вставить нельзя то есть лоток не гибридно просто чисто симки но выбирайте значит память сразу на берегу у меня версия на 8 128 есть и другие вариации одна из ключевых продающих фишек этот смартфон это дисплей с частотой обновления 144 герца не 90 герц не 120 144 и это первый телефон с такой герцовкой у меня и я хочу сказать что он дико плавный знаете он в плавности не уступает oneplus 8 pro начинки которая здесь стоит с лихвой хватает на такую вот высокую частоту обновления в интерфейсе это реально блин как сыр в масле катается интерфейс замечаешь даже более высокую отзывчивость после oneplus 8 pro вот на контрасте не говоря уж про то что если сравнили там 60 герц очень круто это сделали в отличие от redmi k30 где был 120 герц экран и где чипсет snapdragon 700 серии вот он не вывозил он лагал при 120 герц прям чувствовал что ему тяжело а здесь комфортно и плавненько за это прям респект тос экрана ps до 144 герца вообще может работать в нескольких режимах вот смотрите 60 90 и 144 у меня стоит сейчас правда интеллектуальное переключение который типа автоматически в зависимости от того что используешь там что-то регулирует экран повторюсь здесь айпиес айпиес довольно неплохой на мой взгляд уровня он review 30 pro вы прекрасно знаете плюсы минусы айпиес панелей на фоне амоледов так что не буду здесь рассуждать здесь можно сказать ну хорошая пестоит высокоскоростной высокочастотный интерфейс называется айку юай на базе android 10 и это один из самых невнятных интерфейсов что мне приходилось видеть за последнее время вроде все при нем есть всякие опции кастомизации но при этом он ощущается каким-то таким корявеньким каким-то таким китайским не потому что там куча сервисов они кстати удаляются китайские сервисы почти все и остаются только фирменное приложение потому что ну как-то чувствуется что китайцы что его делали китайцы для китайцев вот не знаю поймете вы меня или нет у него нет блин свайпа по рабочему столу чтобы опустить что вот так нельзя свайпнуть чтобы шторка опустился я это очень люблю кстати вон рукавых такого тоже почему-то нет вот на данный момент а я хочу у него почему-то нельзя менять масштаб ты можешь шрифт поменять по размеру но масштаб вот это все элементы никак не изменить и шрифт какой-то по умолчанию странники буквы какие-то приплюснутые немного но шрифт можно выбрать правда знаете я несколько боюсь это делать потому что тут в качестве примеров чисто китайские иероглифы я не знаю что будет поменять на что-то другое короче не рискую что здесь из хорошего разные динамические эффекты различные анимации под разные действия на свой вкус опять же частота обновления экрана ты сам настраиваешь 60 90 144 либо оставь на автомате можно делать жестовую навигацию по системе опять же все очень плавно очень шустро и в этом наверное большая заслуга самой оболочки что все такое отзывчивое очень шустрая есть какой-то ультра игровой режим вот такой куча всяких интересных настроек я не встречал многие вещи в других смартфонах поэтому нужно в этом разобраться в этой оболочке как и в любой другой есть как плюсы так и минусы но все же если рассматривать семейство ббк то я ставлю ее наверное на последнюю ступень на первом месте у меня oxygen с от ван класс на втором месте будет оппа колор с и риме юай ну типа второе третье место занимает что ничем не отличается практически на четвертом месте будет фантач с от вива и вот на пятом айку кстати фантач новый не юзу может быть он такой же но любом случае они где-то там в конце но хотелось бы чтобы все пошли по пути oxygen вот это прям топчик но скажу еще что оболочка она хоть и с загонами но ей можно пользоваться она не смертельная как видите я сижу перед вами я пользовался смартфоном живой здоровый нормально все вопрос привычки наверное потому что я с вам плас 8 про хожу и конечно после oxygen вот это воспринимается как что-то что-то из другого мира несколько теперь давайте поговорим про его фото и видео возможности камера него как вы видите здесь аж 3 48 мегапикселей основной сенсор 8 мегапикселей ультра широкоугольный модуль и есть офигенский модуль макро на шикарные два мегапикселя любой обзавидуется как вы понимаете эта связка не может считаться сколь-либо сильный в среднем сегменте потому что уже и телевики появляются и макро с более высоким разрешением и макрос автофокусом даже есть здесь нет автофокуса не на макрики не на широкоугольном модуле короче эта связка она такая невзрачная и результаты тоже знаете меня лично не впечатлили но тут знаете как как еще посмотреть я как человек испорченный пикселем у меня пиксель 4x или есть айфон 11 про макс хожу сейчас с ван плац 8 про которого очень сильно прокачали камеру после ван плац 7 про и недавно я ходил еще с huawei p40 про короче у меня много флагманов я конечно избалован их фото возможностями как не нажмешь так получаешь очень приличное качество конечно же айку z1 после них не впечатляет сколь-либо но если у вас какой-то телефон до десятки к примеру либо телефон очень старый среди середняк какой-то то скорее всего вас вот эти фотографии которые вы сейчас наблюдаете перед своими глазами они наверное вам понравится но чтобы вы имели представление как он фотографирует на фоне других я снял несколько сюжетов на samsung galaxy a 31 в российской рознице он стоит 17 тысяч рублей либо 19 зависимости от объема памяти еще снял на realme x50 pro 5g вот так вот выглядит на их фоне айку z1 оценивайте друзья сами на мой взгляд realme вышло поинтереснее во всех сюжетах но а 31 как то вообще при печально очень фотографирует пример видео в 4к 30 fps если включить 60 fps в настройках то разрешение понизится можно в 60 fps писать только 720p и 1080p а 4к только 30 fps зум вот это цифровой отдельного телевика модели нет на основную камеру пишется на ширик переключиться в 4к я не могу по видео знаете ситуация такая же что из фото звезд с неба не хватает но снимать можно мне не понравилось что в 4к нет режима 60 fps то есть 4к 30 fps телефон может до процессора значит хватает а 60 fps вот этих всех его вычислительных мощностей на уровне 865 снапа не хватает скорее всего разработчики просто весь упор сделали на именно игровых способностях на камеру поставили всего 1 1 1 человека который там код пилил сидел и не допилил немножко вот но стабилизацию звук вы все видели собственно сами оригиналы фото и видео на файл обменники а ссылка в описании смотрите на компе оценивайте потому что ютубчик он все это пожмет теперь про игровые способности mediatek dimensity 1000 плюс вот перед вами графики айку z1 на dimensity 1000 плюс samsung galaxy s 20 плюс на exynos 990 huawei p40 pro на kirin 995g и one plus 8 pro на snapdragon 865 в этих графиках не обязательно разбираться можете даже в них ничего не понимать это нормально посмотрите на цифры они говорят о многом dimensity 1000 плюс рвет и мечет и он не сильно отстает от snapdragon 865 вот эти вот цифры смотришь на них и не поймешь это медиатек разве потому что медиатек все прошлые чипсеты они были ну такие невзрачные медиатек это удел стремных телефонов шлепофонов каких-то потому что в нормальный смартфон медиатек не поставит так многие думают и так я иногда даже подумывал но держу его в руке вижу на что он способен и это впечатляет друзья и это заслуживает отдельного видео чтобы прям знаете детально рассмотреть со дополнительными тестами со сравнениями чтобы прям с фпсом знаете ли с температуры посмотреть на это все еще и в таймлапсе shadow gun чик прогнать я думаю вы будете не против посмотреть как он справляется с этим вот и покажу конечно же отдельный игровой режим потому что эти опции которые там представлены они очень любопытные плюс друзья есть режим монстра это какой-то такой аналог самого производительного режима у asus урок фон 2 когда там иконки меняются такие типа я готов к игре человек давай запускай на мне тетрис ну вот здесь что-то такое я нажал монстра и интерфейс преобразился короче все это затестируем в отдельном ролике потому что это первый телефон с этим чипсетом у меня на руках и повторюсь что redmi k40 будет с этим же чипсетом и хочется понять на что он способен и если это реально классный чип то телефонов с ним должно быть больше производители расчупают что он так ничего что людям нравится и число продуктов с ним увеличится короче мы должны быть к этому готовы готовы к тому на что этот чипсет способен так что ждите игровой тест полноценный продолжительность кучей игр подписывайтесь на канал если еще не подписаны чтобы понять что к чему скоро сделаем ну друзья я же не изверг какой давайте все-таки игрушки посмотрим несколько смотрите сейчас стоит режим экрана 144 герца и в игре balls мы видим до 130 фпс но это ненадолго случится какая-то адаптация не знаю с чем связанная и частота в игре понизится до 60 смотрите вот прошел один матч я там конечно же умер и стала 90 фпс если еще немножко поиграть то будет 60 такое ощущение что частота завязана на температуре батареи например также как помните в сравнении samsung galaxy s 20 плюс на xn и сей на snap и такой нюанс я там упоминал что от нагрева samsung начинает чудить сбрасывает там частоту экрана сбрасывать скорость скачивания возможно здесь тоже самое что-то но вы видели было 120 с лишним фпс сейчас стало только 90 максимум а режим экрана давайте я удостоверюсь и вам докажу 144 стоит но давайте на примере тактикула покажу что фпс снижается до 60 вы видели там был 90 сейчас стало 60 появилась нагрузка на чипсет и система решила что нужно оптимизировать оптимизировать я не знаю что фпс оптимизировать либо расход батареи но в настройках 144 по факту стало 60 если на холодную играть то наверное будет до 144 до 120 я не знаю именно поэтому друзья хочу сделать отдельный игровой тест потому что что-то непонятно вроде фпс есть высокий в играх а вроде как недолго вроде как быстро пропадает смотрите я охладил телефон в холодильнике и 100 фпс в shadow gun legends 74 73 вот фпс по центру наверху если вы еще не поняли 94 круто 94 еще 100 вот есть 100 подождем давайте чуть-чуть ну вот смотрите лимит стал 90 фпс я смотрю в небо о даже уже 60 все короче было до 120 наверное до ста сорока четырех я так и не понял потом до 90 спустя непродолжительное время и теперь лимит 60 телефон из холодильника уровень идет там две с лишним минуты и фпс максимальный упал но 60 фпс это что же неплохо да и в игровом тесте мы поставим shadow gun legends на таймлапс и посмотрим чё там будет спустя полчаса пока фпс до 60 это хорошо ждите игровой тест друзья давайте промежуточные итоги подведем я думаю они кстати не поменяются после выхода игрового теста и так этот смартфон для любителей мобильных игр для тех кто хочет почувствовать ощутить что такое экран с высокой герцовкой 144 герца он плавненький он прикольненький камера такая себе многого от нее не ждите сам телефончик самый обычный такой из китая брать можно есть русский язык есть поддержка со стороны google сертификация возможность осуществлять бесконтактные платежи 4g у нас в россии работает обновление приходит я получил уже несколько штук вот такой аппаратик за 25000 до тридцатки с разным объемом памяти вполне мне кажется можно брать как что-то новенькое какой-то эксперимент экзотика вот такой вот медиатек друзья напишите в комментариях свое мнение о нем удивились ли вы ему понравился ли он вам я же считаю что чипсет интересный но пока несколько неоднозначный и требует дополнительных тестирований подписывайтесь на канал если еще не подписаны ставьте колокольчик чтобы получать оповещение вы одним из первых увидите игровой тест прям оповещение пам придет и вы посмотрите как он что там порвет кого-нибудь друзья увидимся скоро пошли тестировать пока-пока